Вот оно, пробил час икс. Завтра, мэр, буду читать речь на банкете по поводу открытия заводов по переработке жиженого кала. А наш Дакман крупный акционер, значит и он должен там быть. Первым делом ты, СиДжей, пройдешь процедуру биотрансформации и в облике Дакмана поедешь туда. Себастьян будет твоим водителем. Фил достал схему помещения, так что вот наш план. Сначала, скорее всего, тебя проверят на наличие оружия и проводят банкетный зал. Дождись, когда мэр начнет читать речь. Далее просто убей его и вали оттуда. Ха-ха, как я завалю его без оружия? Мы тут с профессором разработали одну штуку. С виду обычный фотоаппарат, но не советую делать им семейное фото. Внутри компактный плазмомет. 600 выстрелов в минуту. Плюс к тому, никакой отдачи. И еще, после этой штуки биотрансмэра уже не восстановит. Интересно, а план отхода? Там же будет дофига охраны. Никто не говорил, что будет легко. Когда мэр будет мертв, начнется суматоха. Поберешься на кухню, далее в подвал. Там найдешь вентиляционный люк. Выберешься по нему на улицу. Мы с Себастьяном будем ждать тебя там. Вопросы есть? Похоже, это не будет легкой прогулкой. Да, но другого шанса могут и не быть. Качественная биотрансформация. Тебя не отличить от Дагмана. Садись в машин. Сэр, пройдите через определители клонов. Все в порядке. Мистер Дагман, следуйте за мной. Дагмана, следуйте за мной. Уважаемые господа, дорогие друзья. Мы все сегодня присутствуем. Всем привет, с вами поляк. И сразу отходим вот сюда, потому что сюда надо будет зайти. Целимся в мэра, стреляем. И забегаем на кухню. Ну и, конечно же, чуть не забыл, это прохождение 40-й миссии GTA Alien City, которая в нашем случае является финальной и последней. Иногда стоит обращать внимание на тех, кто мешает нам пробежать. Иногда стоит запустить пару патрончиков в их тела. Пробегаем вот сюда, к этому обходу. Ломаем его. И забегаем внутрь. Твоё счастье, что обратная биотрансформация прошла успешно. Но главное, мэр мёртв. Мы проделали большую работу. Так что, на этом всё закончится? Нет. Это только начало. Кто знает, куда зайдёт наскривая. Но сейчас мы имеем полное право на отдых. До встречи, Сиджей. Я думаю, что вам наверняка лень будет читать эту концовку, тем более, что текст расположен весьма некорректно, поэтому прочитаю я. Это была последняя встреча Тру и Сиджея. Профессор исчез после этого рокового дня. Но по удивительному совпадению, новым мэром Alien City стал мистер Дакман. Планировал ли это Тру с самого начала? Никому неизвестно. Корпорация Биотранс продолжала внедрение своих технологий в массы. И, по большому счёту, ничего в мире не поменялось после смерти одного конкретного человека. Система продолжала функционировать. В жизни отморозка Сиджея тоже ничего не поменялось. Гонки, драки, бессмысленные убийства, погони и тому подобное. Но более он не пытался бороться с системой, а просто воротил свои мелкие грязные делишки с молчаливого согласия нового мэра Alien City. Это была последняя сюжетная миссия GTA Alien City, которая является глобальной модификацией игры GTA San Andreas. Миссия короткая, несложная и достаточно интересная. Считается, что в этой модификации всего 60 сюжетных миссий. Но для тех, кто не в курсе, я напоминаю, что 34-я миссия под названием «Маньяк» повторяется около 20 раз и практически никакого разнообразия не имеет. Не говоря уже о том, что эти однотипные задания можно проходить бесконечное количество раз. Более подробно об этом вы можете узнать, посмотрев моё видео прохождение 34-й миссии GTA Alien City. Если вы хотите больше узнать об этой модификации, то рекомендую посмотреть видео обзор, ссылка представлена в описании. Благодарю всех, кто оценил видео прохождение данного мода. Надеюсь, что эти ролики вам помогли или помогут в будущем пройти некоторые непростые миссии. Остается только добавить, что впереди нас ждут как новые проекты, так и продолжение старых. Постепенно буду стараться работать над новым обзором очередной модификации. С вами был Поляк, до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok